всем привет как дела что у вас жизни происходит хорошего конечно же только хорошего варю супчик бутербродики хочу сделать у меня было видео я говорила что меняем график публикации видео на ю тубе некоторые восприняли информацию что я совсем не буду публиковать видео на ю тубе ю тубе я остаюсь но публиковать видео буду реже а большую часть видео я публикую на канале дзен причины я озвучивала уже у меня очень много зрителей на ю тубе с других странах девчата спрашивают а можно ли в дзене зарегистрироваться и смотреть я службу поддержки дзена написала как с других стран возможен такой вариант зарегистрироваться либо просто зайти на канал подписаться или создать свой канал не ответили что ограничений для других стран нет но не гарантирует стабильность работы за пределами российской федерации поэтому так и возможно что сложность возникает в том чтобы подписаться на дзен канал а кто в россии живет и желаете больше контента смотреть с моим участием приходите на дзен тоже смотрите там ссылки на мой канал в дзен в описании если нужно смотрите заходите и подписывайтесь а сейчас будем готовить бутербродики супчик готовится многие знают я люблю его готовить в одной кастрюле здесь у меня лук-морковка томатная паста картошку уже порезала и все это жаривается бутерброды с начинкой будут мясной перекрутила куриную грудку вместе с луком с чесночком соль перец добавила хлеб у меня будет пшеничный ржаной можно и белый взять любой видите какие квадратные кусочки я их разрежу наискосок и теперь помещаю фарш на кусочек а когда сделать бутерброды на белом хлебе знаете они будут как беляши по вкусу не слишком толстый слой ну и не тоненький не размазываю прям тонким слоем ну так средненько на этот фарш у меня пойдет на тефтели в супчик сейчас мы заглянем что там происходит у меня сначала все очень слегка обжаривается я потом добавляю кипяточку они протушивается потом уже еще добавляю меня спрашивает а где ваш хлорофит умбойник учерявый он меня вот здесь стоял место чайничка я его сейчас переместила в зале на подоконник потому что у нас очень жарко и я окна закрываю шторками свет попадает очень мало сюда ему темновато розеточки которые я обрезала и укоренил они у меня растут тоже про них спросили как они прижились не прижились отлично все прижились вот он у меня хлорофит ум красавчик это вот молоденькие розеточки сюда пересадила они уже принялись и давно давно начинают разрастаться сковорода мне разогрелась подсолнечным маслом теперь кладу начинкой вниз огонь умеренный не сильно конечно можно даже чуть-чуть потише сделать чтобы все мясо готовилось хорошо начинка не падает она такая влажненькая поэтому на кусочек хлеба отлично прилипает даже куриное потому что мясо здесь поэтому он беленько переворачиваем если не хотите чтобы они были хрустящими можно на второй стороне не обжаривать мне нравится когда они обжарены с двух сторон смотрите по желанию если захотите такие готовить даже на второй стороне можно слегка слегка прижарить все даже не до румяной корочки просто чуть-чуть прихватились они все равно внутри бутербродики мягкие не как сухарики это получается горячие бутерброды на сковороде если нужно маслица подлить можно мясо у меня постное поэтому когда впитывается не будет жирно абсолютно последние бутербродики дожарила убираю но еще не все конечно уже в таком варианте можно есть и наслаждаться я небольшую добавочку сделаю к ним замариную лучок здесь две небольшие луковицы тонкими кольцами нарезала добавляю соли пол чайной ложки и прям с горкой чайную ложку с сахара раньше я мариновала лук добавлением воды сейчас не добавляю уксус у меня яблочные две ложки чайные это 6 процентный можно 9 процентный по вкусу ну его тогда чуть поменьше можно даже знаете не перемешивать просто так он закрываю и встряхиваю минут 15-20 на столе стоит периодически потрясла и все лучок замариновался в теле подготавливают для чекам это меня манная крупа конечно это не обязательно манна крупе вот так обваливаю и потом скатываю они такие кругленькие и манную крупу всю потом в суп что там крошки остаются загущает суп и очень хороший тут получается прям такой прикольный я даже готовлю суп и иногда в конце уже добавляю манную крупу где-то одно-две чайные ложечки так для загущения жидкости вкусного не чувствуются минут за десять вот так до готовки супа это я вот так придумала сейчас тефтельки обвалять в манной крупе бутербродом добавим помидоры и огурец лучок уже тоже замариновался я попробовала очень вкусный даже 10 минут хватает ну потому что тонкими кольцами эти он жидкость дает не нужно никакой воды прекрасно маринуется огурцы и помидоры сверху присолить хотя лук насыщенный вкус имеет зеленушечку сверху какую-нибудь и все а мы лучок добавим через один сделаю не на все а если с луком каждый может добавить просто тарелочку поставить рядом супец у меня закипел я его еще не солила в этот момент я хочу добавить кукурузу но она у меня еще не размёрзлась а кукуруза у меня консервированная я ее заморозила у меня она осталась когда я готовила роллы и чуть-чуть добавляла в роллы кстати очень вкусные роллы с добавлением кукурузы вообще я кукурузу люблю добавлять любые блюда плов готовлю гречку готовлю ну и что что она у меня не вся разморозилась нормально что-то скажет нельзя замерзшие добавлять она сейчас быстро растает покипит еще картошка доварится вот такой необычный супец кукурузой я такой еще не делала вы готовились кукуруза суп ну а бутерброды у меня уже все готовы отведаю такой бутербродик это мне всяких похвал снизу прям слегка слегка я поджарила даже корочки нету но такой с маслом схватывается прям так вкусно вкусно подхрустывает внутри они мягчайшие абсолютно не твердо не как сухари ну когда нет времени что-то приготовить а фарш в холодильнике всегда есть да я вас намазал обжарился огурчиком тоже съем супер вкуснотища мясо полностью прожаривать самое главное сильный огонь не включать а так на среднем чтобы хорошо хорошо мясо приготовилась внутри с маринованным луком вообще идеально мы пообедали у меня супчик еще готовится был вчерашний плов со свининой но я даже его есть не стала наелась от ними бутербродами то они очень вкусные ну и сытные абсолютно они не жирные мы на ужин едим супы видео я об этом тоже говорил и многие в комментариях удивляются как это так это же первое блюдо нужно на обед есть привычно обычно все так едят не специально подобрали такой режим питания вот просто как-то само собой оно вышло что мы решили есть супы на ужин и плюсом к супу какой-нибудь легкий салатик за исключением когда если гости конечно совсем другое питание для себя вот именно слух и что-то такое еще легкое мясо у нас всегда есть на обед но я мясо могу не есть на обед могу даже вот иногда один бутербродик съесть и все когда жара летом особенно ну я очень мало ем в основном вот пью 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 воду кофе чаек иногда вот так меня в жару аппетита практически нет мало но все равно ем а когда бывает что прямо жарко вот хочется есть и полноценно натрескаешься и все ну как натрескаешься стараюсь не переедать мне всегда нравится не ощущать себя с чувством легкого голода до после еды а с чувством легкости в желудке бывает такое что лишнее переешь и вот это ощущение тяжести дискомфортно и мне это вообще не нравится мне кажется сразу столько прибавляется веса вот тяжело себя ощущаю вот так многие перед сном едят что не могут заснуть когда в желудке пусто я наоборот не могу когда у меня полный желудок или я поела даже за час до сна мне тяжело я не могу уснуть во сколько мы ужинаем пол шестого иногда в 6 но после шести уже все это бывает редко форс-мажоры когда просто не успеваешь во времени можешь поесть там 7 и 8 но всегда до шести вечера уже могу после шести уже просто попить кофеек даже чаю вот так без всего супер у меня покипел картошка уже практически готова запускаю тефтиль с тефтиль поготовится и чуть-чуть сыпну паутинки а знаете что я сейчас хочу сделать по быстренькому сейчас скажу я показывала видео что купила иранское мыло синее для стирки тюля попробовала мыть кухню понравился теперь я им постоянно мою посуду поэтому у меня здесь лежит но когда она уже в конце видите как неудобно у меня осталось три пачки в упаковке 5 пальчик вот как она называется барф или берф как правильно произносить не знаю покупала на вал берез потому что многие могут спросить и просили у меня дайте ссылочку название было хотя я видео все показывала как выглядит и как называется так вот что я хочу с этим мылом сделать я хочу остатки растворить небольшом количестве воды потому что мыло оно пенится прям очень хорошо много много пены дает и посуду мою до хруста можно конечно и на терочке потереть но если его так намочить она очень хорошо растворяется сейчас кто-то мне напишет всякую фигню опять делает купите в магазине средства и пользуйтесь а это что не средства из магазина то же самое средство из магазина причем очень хорошие наливаю теплой воды немножко сначала добавлю я хочу сделать такое жидкое средство для мытья посуды чтобы перелить в дозатор и пользоваться а мне кстати девочки написали что есть такое же моющее средство жидкое для мытья посуды называется барф не искала думающую пока мало есть буду им пользоваться вот знаете по ощущению я уже говорила когда показывала про это мыло и его тестировала как будто вот известь но тем не менее на руки не оказывает воздействие отрицательного и в описании тоже написано что мыло изготовлено из натуральных ингредиентов написать конечно все можно но вот я на своих руках не ощущаю каких-то повреждений кстати я сегодня схватилась за решетку за горячую вот этот палец прям вообще обожгла и первое попавшееся что мне пришло в голову я палец прям вот на это мыло вот так вот а вот раз опустила буквально через несколько минут прям все 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 прошло боли вот эта жгучая боль прошла что я обожгла видно вот она ранка обожженная все уже вообще не больно абсолютно кстати наша хозяйственная мыло обычная коричневая тоже очень хорошо от ожогов если обожглись но у меня под рукой его не было густенько-густенько намазать и все боль тоже проходит я еще воды добавила и взбиваю хорошо чтобы все все крошечки растворили пока тут химичила нужно уже супчик заправить сюда все перелила и еще добавляю воды мылкость которая осталась вот на этой чашке можно большое количество посуды перемыть смотрите как блестит все хрустит я все тарелочки обратной стороны бывает что здесь такие зажирненные места все этим мылом отмыло смотрите как все оседает я не знаю при использовании нужно будет заболтывать или не нужно но это как бы не очень комфортно каждый раз заболтывать я думаю что все равно нормально короче попробовала в общем сейчас я помою сковородку после бутерброда пить как и капельки сковорода жирная была сами видели я прям жарила масле обезжирила все мне кажется даже бы одной капли тоже хватило просто в жиру она не так пенится но эффект очищения да хорошо тоже пенится тряпочка всегда чистенькая со свежим запахом перелила в дозатор вот еще сколько осталось ну попробую попользоваться была губка красная томатной пасты по краям это было отбеливающее тоже вот так вот тряпочки если загрязнение есть от кофе отлично отстирывает нахимичилась сегодня я просто показала что я сделала из остатков этого мыла чтобы мне было более удобно использовать вот эти остатки так что вот супчик готов кстати очень вкусный получился я слегка попробовала прям такой привкус легкие легкие кукурузы кукурузы кукурузный суп всем самого доброго несмотря ни на что пусть у вас все будет хорошо до новых встреч пока пока